будет грязный давай короче как потратить киеве 3000 не надо зачем ну попачкается потом кровь ты шоу вонять будет этим застелить им полотенечком старый шоу кровь мясо там или шо ты будешь ложить я не знаю на стол ложи сосульку мою сломай уже по 30 деревень у меня такие есть но не ломаются легко это шан детка мы сегодня решили устроить глинтвейна ты определись либо пиво не надо пиво я не смогу чип-то не висеть лента захотела полена поленка ленка поленка до купил поленку я два села она я говорю а то что не знаешь как готовить вас каким этим по какому рецепту не знаю не все я знаю вообще я уже не готовлю а на хрена туда мы это все купили не знаю готовить надо гренки это если собака есть не будет я сказала нам придется они даже про кошкин корм мы сегодня были на рынке это ваша не взяла жули потому что жуля не не что не ест тот корм который я предыдущий хотя он хороший считается немножко прикупили чеснок взяли горбуза это ленка любит кольцо по 250 гривен чеснок по 200 приправа карасик если кошка не будет придется нам есть вот этот чеснок на 8 гривен да а этот чеснок на 37 гривен это я перемелю и хочу кушать так сырыми листы у которых вытаскиваются язык это жульки взяла попробовать семечки глисты бомбами вот это вот вот оно это к пиву да это рыба по 300 гривен но она как селедка виталик они досушены 300 гривен килограмм а это клюкву клюкву у мужика беру все время он мне все время говорит клюква по 120 говорит может на 100 гривен там не сильно много будет я говорю полкило он говорит так может на 100 гривен чтоб без дачи там не сильно много будет я говорю ну хорошо давайте он говорит так может уже на 200 это вы мне каждый раз это говорите короче на клюквенный соус взяла это 35 гривен пульца мы едим он говорит грамм 200 принеси ему за клювку виталик кинь сразу это в холодильник чтобы оно не было пока давай так места нет короче индюк на 5 килограмм почти по с чем он за килограмм не полу тридцать сто шесть одна нет сто тридцать одна нет сто тридцать одна короче на 600 с чем-то гривен индюк у нас ну это типа по скидке огурцы соленые взяла килограмм 60 гривен дальше виталик ты бы убрал вот это а потом бы продолжили деликателли это собакам на дачу головы сейчас буду убирать в морозилку все давай вот это убери горбуза на пол брось да клюкву в морозилку а потом в морозилку чтоб оно не мешало ты чеснок сейчас будешь? да ну пока брось в холодильник все равно туда в ячейку не ну шулик ест корм по чуть-чуть ну так ну и дужа давай Виталька жги жги Виталька пробник это мы взяли в метро мы были еще смесь перцев взяла чисто из розового перца 24 гривны в метро хотя он там наверно а это же уже с подавая цена а в Ашане 27 гривен паприку взяла вот такую кусочками и эко приправы и три или четыре деда мороза где они все семеренко шикарные два килограмма взяли по почему они не пишут по 13 дополнительно это я детям взяла еще один 4 детали кучу он ушел не прощается икра в метро стоит 200 гривен баночка 120 грамм обычно 80 грамм буряк хороший мелкий большой ананас поштучный какао творог взяла два взяла так что у нас есть водичка а зачем это она же есть заканчиваются мне просто сегодня плохо у меня вчера был корпоратив не жалуйся кстати взяли вот такой вот че то как он называется модель бальзамический уксус соус ой ну да соус уксус бальзамический что чем-то грим 100 с копейками да получается 121 во львове самый дешевый 100 по моему 70 гривен 120 гривен там 119 или что а ну открой и капни мне на руку я попробую давай не прикалывайся доволен такой открой капни говорит виталий ну что ты такой да не так через дырочку капай а я через что делаю давай капают сюда на руку мне знаешь на базаре чпок чпок чпокольщик ну ну давай лента ну тихо все какое быстро чего такого цвета какой был нормально набрали хлеба на дачу она дачу то не едем не знаю что делать а может завтра придется тебя выпихнуть и ехать нет что размазано кровной полы это размазано почему кошка на меня залезла эта сумка протекла и ты ее на стул поставишь это тоже виталику все сегодня виталику а это глинтвейн немецкий метро почему 71 гривна это виталик и короче мы в кишени были как он сейчас называется этот магазин больше велмарт я говорю давай попробуем сейчас в магазине прямо и если что возьмем еще бутылку прощайте это этот как он называется бренди короче мужу говорит то не говорит магазин нельзя вышли я прямо в машину сгорла попробовала нормальной бренди виталик пошел взял вторую бутылку приехали в метро взяли бутылку глинтвейна вышли с кассы я прямо глинтвейн открылась бутылки там пацаны стояли с девочками потрите смотрите попробовала нормальный глинтвейн пошел взял еще бутылку тут от пила вкусный действительно понравился держи перчик перчик это в элмарте вот это вот начатое не начатое можешь забирать ленты не надо в холодильник это виталина положила она пьет холодно ну положи пусть пьет некуда ну давай быстрее не нравится чем то что сейчас у нас холодильники это не начатое это его на пол просто его в бар вообще его об пол говорит просто что там еще осталось много давай это мы себе покупали хлеб кушать опять виталику сметана а что же я ем это ты ешь это детям взяла обычная вермишель давно не брали капуста виталику и артуру это тоже вам на капустный салат вот что потекло так в мойку кидай это как оно называется это вырезка я буду ее засаливать это два языка я буду и готовить тоже варить буду и потом чесночком с майонезом наверное делать дальше это виталия перешла на мои блюда это мясо гуско жопка индюка это я люблю виталик и виталика приучила раньше он такое не ел ты ж не ел раньше такой перец пока со мной жить не начали не ел батюшку выращивал мы их ели ты ел и ты ел что-то я никогда у вас не видела чтоб вы ели ну это же не постоянно было это сразу в холодильник старый неси я просто ну тот перец он маленький был эту перчину конечно так сильно батя тоже выращивал тут перец он не такой был остров это мы были в элмарте изначально набрали почему вот четвертая вот четвертая ставить некуда все покупки чуть больше но не чуть больше где-то на 3 3 300 вот так вот тысячи и вот такое пиво бельгийское мы брали прошлый раз тоже очень вкусно а это я люблю ристряны все такие покупочки сумку мой она все время грязная это сумка почему-то всегда ему приходится все сейчас я буду варить суп и мы будем кушать что-то другое суп буду варить на завтра может виталинка успеть гречаной она хочет полотенце тоже на стиралку да ты же не против гречаного супа да не знаю